В центре Киева снова массовые беспорядки, противостояние оппозиции и силовиков только нарастает. Счет пострадавших идет на десятки. Много раненых милиционеров, в них летят камни, палки, горят служебные автобусы. И даже когда закон позволяет стрелять, стражи порядка пытаются сдерживать реакцию. Говорят, не пойдут на поводу у провокаторов. Чего хотят протестующие? Ответ четкий и категоричный. Смены власти в стране. Любые переговоры с действующей им не особо интересны. Максим Урозаев о том, что происходит на Украине. Взрывы в центре Киева не прекращаются до сих пор. Ни оппозиция, ни силовики не сдают позиций. На этих кадрах ранения в ногу получает украинская журналистка. За минувшие сутки количество пострадавших перевалило за сотню. В основном от газа глаза и пулевые резиновые ранения, осколочные от гранат. По информации МВД Украины, этой ночью госпитализировано 70 силовиков. И оппозиция после ожесточенных стычек готовится лишь усилить противостояние. Активисты снабжают протестующих холодным оружием. Палками с острыми наконечниками. То, что произошло на улице Грушевского в Киеве, никак нельзя назвать мирным протестом. Митингующие, пытаясь прорвать кордоны милиции, использовали палки, слезоточевый газ, пиротехнику. В стражу правопорядка летели камни. Уничтожены три автобуса правоохранительных органов. Один из них был сожжен. Милиция старается не применять силу, поскольку мы понимаем, нас провоцируют. Однако провокации, похоже, все же не остались без ответа. В ход пошли резиновые пули. Дмитрий показывает с десяток ранений на спине. Одно на голове и добавляет, в митинге не участвовал и пострадал ни за что. Они били нас кулаками и ногами. А затем, поскольку мы пытались бежать, они начали стрелять в пневматических винтовок. Полиция по охране общественного порядка вошла, раздела нас, выгнала на мороз и начали бить нас. Я в полном негодовании. Никогда не думал, что такое могло произойти. Мы спали в своих комнатах. Мы просто рабочие строители. Сила правопорядка, как и оппозиция, рассчитывают на усиление. Милицию из разных городов Украины стягивают в центр Киева. Но получается это не всегда. Сообщается, что во Львове местные жители личными автомобилями заблокировали выезд из части внутренних войск МВД. Активисты в Одессе заявили, что готовы круглосуточно блокировать отправку военных в Киев. Те люди пришли бороться со своими словами. Лидеры оппозиции тем временем на Майдане заявляют о диалоге с властями. Янукович готов начать переговоры. Несколько минут назад я получил телефонный звонок от президента Виктора Януковича. Они объявляют, что готовы начать процесс переговоров. Секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Андрей Клюев ответственен за эти переговоры. Я могу сказать вам свое личное видение. Первое. Мандат на ведение переговоров исключительно мандат Майдана. Второе. Переговоры должны быть только общественными. Третье. Наши переговоры значат выполнение наших требований. Украинские власти создали группу по регулированию кризиса. Переговоры должны начаться сегодня, но пока без личного участия президента страны. Хотя именно на этом настаивают лидеры оппозиции. Проберите полицию, беркут и провокаторов с улиц. Остановите происходящее. Единственное решение этой ужасной ситуации – преждевременные парламентские и президентские выборы. Найдите храбрость не повторять путь Чаушеску и Каддафе, потому что это противостояние так или иначе будет выиграно народом Украины. Самому Виталию Кличко в ночных потасовках тоже досталось. Его облили из огнетушителя, когда экс-чемпион мира по боксу пытался остановить разъяренных молодых людей. По данным оппозиции, в столкновениях с полицией за минувшие сутки пострадало несколько сотен человек, в их числе 15 журналистов. Судя по тому, что происходит в центре Киева сейчас, цифры не окончательные.